Мы продолжим сейчас наше путешествие по космосу. Изначально моя лекция называлась «Ранняя вселенная и фундаментальное взаимодействие», но, к сожалению, оказалось, что ложиться в 30 минут, рассказав как-либо подробно об этом, невозможно. И поэтому мой рассказ называется «Почему мы так знаем много о вселенной, но все еще не можем предсказывать будущее, то есть не можем строить модели различных возможностей нашей вселенной». Конечно же, это обычное присутствующее у всех любопытство, что же будет дальше. Оно растет с каждым годом. Есть такая наука, космология, она изучает эволюцию и развитие вселенной в целом. Она пытается понять, какими законами описывается наша вселенная. Дело в том, что мы всегда хотим знать, по каким законам мы живем, хотя бы ради того, чтобы понять, как эти законы приручить, то есть как мы их можем использовать. Пока мы не до конца понимаем все фундаментальные взаимодействия, мы не сможем использовать энергию, которая находится рядом с нами. Вообще, это вечный вопрос, который существовал у человечества. Мы всегда искали то, из чего состоит наша материя, то, каким законам описываются эти фундаментальные частички. То есть мы всегда хотели разбить вещество на мелкие частички и понять, из чего же мы состоим, из каких кирпичиков. И, конечно же, мы хотели понять, по каким кирпичикам, по каким законам эти кирпичики создают нас. Почему у космоса это интересно? Космос… Дело в том, что в далеких космических объектах сочетаются как свойства больших веществ, больших объектов, так и свойства маленьких объектов. И изучая космос, мы можем одновременно изучать и законы больших объектов, и законы макроскопических частиц. Почему это важно? Это важно не только для того, чтобы предсказать возможные варианты развития событий, но это важно для того, чтобы, как я уже сказала, приручить эти силы на благо человечества. Вот, например, в настоящее время, благодаря изучению физики элементарных частиц, благодаря ускорителям, мы смогли создать наиболее эффективный метод лечения раковых опухолей на сегодняшний момент. И этого всего бы не было, если бы люди не изучали фундаментальную физику, если бы они не пытались понять фундаментальные законы природы. Можно следующий? И стоит отметить огромный вклад русских ученых в развитие этой науки, вообще в развитие фундаментальной физики и в развитие космологии. Вообще, модель развития Вселенной, модель возникновения нашей Вселенной была предложена Георгией Гамовым, а также модель расширяющейся Вселенной была предложена российским ученым Александром Фридманом. Следующим. И уже последующее развитие Вселенной было изучено такими известными учеными, как Андрей Дмитриевич Линда и Алексей Александрович Страбинский. Они внесли огромный вклад в изучение развития Вселенной, в изучение фундаментальных законов. И, конечно же, стоит начать с того, что же мы знаем о Вселенной сейчас. На сегодняшний момент экспериментально известно, что возраст нашей Вселенной — это 13,8 миллиардов лет, ну, примерно 14 миллиардов лет. Следующее. Мы, опять же, это экспериментальный факт, мы знаем то, что Вселенная расширяется. Дальше, пожалуйста. И мы знаем, что Вселенная однородна. Что значит однородно? Ну, однородность — это значит одинаковая плотность вещества. То есть, как вы, наверное, знаете или помните из курса физики, плотность вещества можно рассмотреть, например, в объеме. Это количество вещества в объеме. Вот для простоты рассмотрим такую простую модель сыра. То есть, у сыра есть дырки, полости, где нет сыра. И есть размер, ну, то есть, рассмотрим вот этот вот маленький квадратик один, где нет полостей. То есть, там количество вещества примерно везде одинаково на объем, который мы выделили. Значит, можно сказать, что в этом объеме вещество распределено однородно. Но если мы рассмотрим какой-нибудь объем, где у нас присутствует дырка, то получится, что в одной области этого объема у нас есть вещество, а в другой области, ну, именно сыр, сыр отсутствует. И получается, что плотность, она не везде одинаковая в среднем, и получается вещество неоднородно. Но если мы рассмотрим огромный такой кусман сыра, в котором присутствуют дырочки, ну, очень маленькие, но их очень много, то получается, что в среднем количество вот этих вот дырочек и количество вещества, оно одинаковое. Вот. И можно сказать, что наша Вселенная, она однородна на определенном масштабе. Она однородна на масштабе скопления галактик. На самом деле, это очень огромные масштабы. Следующее, пожалуйста. Мы можем ощутить, насколько огромна Вселенная, посмотрев на шкалу масштабов. Вот. Это, на самом деле, шкала десять в какой-то степени метров. Ну, вот мы с вами в среднем раз человека там метр семьдесят, метр шестьдесят, метр семьдесят, находимся вот возле нуля этой шкалы. Вот. Где-то вот кит уже возле двоечки. Вот. Значит, Земля у нас вот здесь находится. И вот давайте посмотрим, вот где человек находится и где находится, например, галактика. То есть это огромная непостижимая разница между нами и масштабами, на которых Вселенная однородна. Можем, пожалуйста, дальше. Но также мы можем углубиться внутрь, поскольку нам интересно не только каковы масштабы самых больших размеров Вселенной, но нам интересно, из чего же состоим мы, из чего состоит эта огромная Вселенная. А выясняется, что эта огромная Вселенная начала свой путь из маленьких частиц. И чтобы понять, из каких частиц, мы начали интересоваться, а из чего же собственно состоим мы с вами. Ну, возьмем, например, начнем с размеров молекулы углубляться. То есть это примерно 10 минус десятые метра. Молекулы, как известно, состоят из атомов. Потом человечество обнаружило, что сам по себе атом – это ядро положительно заряженное, и возле него двигаются электроны. И потом экспериментально было выяснилось, что ядро – это не фундаментальная частица, то есть она сама состоит из других частичек. Выяснилось, что ядро состоит из протонов и нейтронов. И когда-то считалось, что всё, вот, наверное, это кирпичики, из которых мы состоим. Но нет. Оказалось, что протоны и нейтроны тоже состоят из более мелких частиц – из кварков. На сегодняшний момент кварки – это фундаментальные неделимые частицы. И чтобы понять, вот как же это всё пошло, с чего начиналась Вселенная, мы начали оперировать экспериментальными фактами, которые мы имеем на данный момент. На данный момент то, что у нас Вселенная расширяется, следовательно, она когда-то была меньше. То, что Вселенная у нас однородная, значит, это расширение происходило как-то однородно во всех направлениях. И то, что на самом деле Вселенная у нас горячая, ну что это, ну, тёплая, скажем так. То есть у Вселенной есть температура, это 20,7 градуса Кельвина, называется реликтовое излучение. То есть это что значит? Это значит, что есть такой физически естественный процесс, когда, значит, если у нас объём увеличивается, у нас температура уменьшается. Значит, если у нас Вселенная расширяется, и она сейчас тёплая, значит, когда-то она была маленькой и горячей. Так появилась теория большого взрыва, которую придумал наш российский соотечественник Георгий Гамов. И, значит, в какой-то момент времени, точнее, сейчас существует очень много проблем, связанных с этой теорией, что было до большого взрыва, что было в первые 10 минус 43 секунды от большого взрыва. На данный момент современная физика это не может описать. Существуют только какие-то там предсказания, мысли учёных и так далее. Но вот, что на данный момент мы знаем. Мы знаем, что был большой взрыв. То есть когда-то наша Вселенная была маленьким таким объектом, который вдруг начал расширяться. Она была очень маленькая, тяжёлая и горячая. В первые секунды после большого взрыва она представляла из себя очень плотную субстанцию из отдельно движущихся кварков, электронов и других фундаментальных частичек. То есть это была субстанция, которая нагрета на невероятно огромную температуру, это миллиарды градусов. И вот эта вот бурлящая субстанция, она не похожа на Вселенную, которую мы видим сейчас. Она начала расширяться невероятными темпами и с расширением она начинает остывать. Что происходит? У нас была маленькая субстанция, очень горячая, где эти кварки беспорядочно двигались и на тот момент существовало только один вид взаимодействия. Но поскольку Вселенная начала расширяться, кварки начали расширяться и остывать, кварки начали разбегаться как бы по объёмам. И получилось так, что в один момент вот эта вот плотная горячая субстанция она достигла такого момента, когда кварки при столкновении стали образовывать связанное состояние. То есть им стало выгодно уже двигаться вдвоём. вдвоём, втроём и так далее. Иначе появились протоны и нейтроны. Потом протоны и нейтроны начали объединяться и появились ядра. И это всё происходило в первые три минуты. То есть вот, точнее, после трёх минут, первых трёх минут после большого взрыва появились ядра. И потом уже появились атомы. Из атомов появились молекулы. А вот дальше уже появились галактики, звёзды. И появились когда-то мы с вами. И это на самом деле огромный промежуток времени. От первых трёх минут до нас с вами это миллиарды лет. Вот тут показан масштаб времени. То есть вот, кварки начали объединяться в протоны и нейтроны вот буквально в мили в микросекун. Когда время было микросекунды. После трёх минут появились ядра. и вот только спустя 9 миллиардов лет появилась первая звезда. Вот сколько понадобилось времени, чтобы вещество благодаря гравитационному взаимодействию скапливалось. И появились галактики, и потом появились звёзды. Но, как известно, сначала появились частицы. И всё началось, всё началось строиться благодаря фундаментальным взаимодействиям. То есть чтобы понять, как появилась Вселенная такую, которую мы видим сейчас, мы должны понять, какими законами описывать вот эти фундаментальные взаимодействия. То есть появились частицы, то есть появились кварки, появились протоны. Мы должны понять, как вот мы от кварков перешли к состоянию на сегодняшний день. Поэтому мы изучаем фундаментальные взаимодействия. То есть в настоящий момент есть эпоха, первая эпоха после Большого взрыва, которая не может описать теоретическая физика. Это современная проблема, потому что там все взаимодействия, которые мы знаем на сегодняшний день, они были едины. И на сегодняшний момент существует такая проблема, что мы не можем объединить все взаимодействия, существующие в природе. И надо понять, каким же было это единое взаимодействие. На сегодняшний день существует четыре главных взаимодействия. То есть все мы знакомы с силами трения, силами упругости, силами притяжения. И любую из этих сил можно отнести к четырем видам взаимодействия. То есть все вот это вот разнообразие сил – это просто как бы последствия этих взаимодействий. То есть все силы можно разделить на четыре вида. Очень известное нам гравитационное и электромагнитное взаимодействие, без которого мы, конечно же, не можем жить. Мы постоянно пользуемся электроприборами. Благодаря гравитационному взаимодействию появились галактики, и, конечно же, мы не можем без этого существовать. А вот два других взаимодействия, они более загадочны для человека, потому что мы не можем это наблюдать в обычной жизни. И существует еще очень много проблем. И вот, допустим, сильное взаимодействие на сегодняшний день, оно очень мало изучено. Ну, вкратце, давайте посмотрим историю о том, как развивалось изучение фундаментальных взаимодействий. Ну, первым было замечено по движению Исаак Ньютон, он открыл закон сибирного тяготения, далее уже обобщил и построил уже теорию гравитационных взаимодействий только Альберт Эйнштейн вот в 1916 году. То есть вот прошло 300 лет, почти 300 лет спустя этот срок. И гравитационное взаимодействие, оно очень как бы интуитивно нам понятно, потому что мы сталкиваемся с ним каждый день. Но и то же самое можно сказать про электромагнитное взаимодействие. То есть когда у нас сформировались ядра, и у нас были просто в самом начале возникновения нашей Вселенной просто ядра и электроны, благодаря вот электромагнитному взаимодействию они объединились в атомы, а атомы уже объединились в молекулы и так далее. Ну, как я уже сказала, без электромагнитного взаимодействия мы на сегодняшний день не можем представить себе существование, мы пользуемся все электроприборами, мы сами ощущаем как бы электромагнитный фон. Но вот наиболее загадочным на сегодняшний день является сильное взаимодействие. Вот появилась такая проблема, с которой столкнулись физики, когда открыли ядро, состав ядра. Ядро, оно состоит из протонов и нейтронов. Вот, казалось бы, протоны, они одинаково заряженные частицы. Почему же вот в ядре они притягиваются? Почему они не разлетаются? И тут физикам приходит на ум такая идея о том, что, наверное, существует еще какая-то сила, которая сильнее гораздо электромагнитного взаимодействия. И так мы открыли сильное взаимодействие. Здесь на картинке показан протон. То есть сильное взаимодействие, оно изначально описывает взаимодействие кварков. Из кварков у нас состоят протоны, а из протонов и нейтронов у нас состоят ядра. Если бы следующий вид взаимодействия – это слабое взаимодействие. Слабое взаимодействие, оно ответственно за распады частиц. То есть благодаря этому взаимодействию у нас на Солнце происходят ядерные реакции. Если бы не было слабого взаимодействия, то Земля бы не была настолько разогрета, и жизнь такая, которая сейчас присутствует на нашей планете, была бы невозможна. И на сегодняшний день существует проблема объединения всех этих взаимодействий. То есть мы не можем понять, что было вначале. Вначале все взаимодействия были объединены в одно. Но как это возможно? Понять на сегодняшний день мы не можем. Можно дальше, пожалуйста. Мы можем. На сегодняшний день физики попытались и смогли объединить слабое электромагнитное взаимодействие. Дальше, пожалуйста. Мы просто смогли объединить сильное, но объединить все эти взаимодействия вместе с гравитационным не получается. На сегодняшний день это проблема современной теоретической физики. И если мы решим эту проблему, то мы сможем понять, что же было тогда, что же было вначале. И мы сможем, возможно, мы сможем лучше понять силы, которые действуют в нашем мире и попробовать использовать, например, сильное взаимодействие как-то выгодно для выгоды человечества. Ну, я надеюсь, что, возможно, кто-то из вас в будущем объединит все взаимодействия и узнает законы нашей Вселенной. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...